Мир вам и вашему дому! Сегодня поговорим с вами о самом громком конфликте на текущий момент в смешанных единоборствах, развязку которого ждут миллионы. О том, как новичок, взорвавшийся в UFC, пролил слезу у старожилы полусредневеса Колби Ковингтона. Почему же, когда все бойцы UFC говорят о самом хайповом бойце, который взорвал индустрию, не только своими боями, но и своим отношением к делу, остротой ума и сообразительным мышлением, Колби остается единственным, кто пытается делать вид, что не замечает опасности и не видит сильнейшей угрозы, представляющей всей полусредневесовой категории в UFC. Почему он пытается не называть его имя, превращая себя в необразованное посмешище, которое даже имя запомнить не может? Почему Хамзат стал для него личным Волан-де-Мортом? Страх ли это заиграл в сильнейшем бойце последних лет среди полусредневесов, или же это что-то другое? По моему мнению, Колби точно не испытывает страх выйти на бой. Он уже это доказывал не раз, а боится то, что его размажет молодой проспект, так громко заявивший о себе. Он боится потерять то насиженное место и уважение как к сильному бойцу, которое он зарабатывал потом и кровью в течение многих лет. Или же может это огромное желание найти себе историю, из-за которой он останется в памяти миллионов, как тот, кто пытался противостоять исторической личности UFC. Еще рано говорить, что Хамзат останется в истории, но я в это лично верю, смотря на его бои, тот темп, который он задает. Его тренировочный процесс заставляют верить в это. А как считаете вы, войдет ли Хамзат в историю? Напишите свое мнение в комментариях. На самом деле Колби – персонаж, который всегда идет по иному пути, чем большинство. И нельзя его ругать и судить за то, что он видит те или иные ситуации или действия своим взглядом. Это и есть его характер. Врожденный или приобретенный не имеет особого значения. Он всегда выделялся своим мнением по отношению к любым событиям своим инакомыслием. Как с тем же президентом Дональдом Трампом, поддерживая его политику, получая при этом огромную дозу хейта. И иногда даже доводя до смешного, вспоминая тот момент, когда он пытался поцеловать руку Дональда Трампа. Также свежа в памяти история, произошедшая с Колби Ковингтоном в Бразилии, когда после одного боя, взяв микрофон в руки, он начал оскорблять целый стадион бразильцев. А как известно, бразильцы – люди, которые не любят прощать подобное в свою сторону, тем более на эмоциях агрессивности и злости. Колби оказался под серьезной угрозой. Его пришлось тайной, под большой и численной охраной вывозить не только со стадиона, но и из страны. Или же как его с громким скандалом выгоняли из зала American Top Team из-за постоянных оскорблений и унижений других профессиональных бойцов. Причем эти бойцы были из числа женского рода или же более легкой весовой категории. Эти ситуации прекрасно описывают, кто такой Колби Ковингтон. Они дают понимание, что сам он не особо понимает, что происходит вокруг него и за какие поступки его так не любят. Хотя американская публика к нему довольно-таки лояльна, потому что Колби делает шоу, а американским болельщикам только это и нужно. Но мир ждет, когда из него вытрясут дурь, как когда-то Хабиб Нурмагомедов вытряс с Конора Макгрегора. Хотя Конор и замолчал на время, но все равно пытался так же задирать, хотя уже в более мягкой форме. Но как серьезного бойца его уже перестали воспринимать. И все полагали, что такая же история произойдет и с Колби Ковингтоном. И мир надеялся, что это получится сделать у Камара Усмана, и Камара Усман старался дважды остепенить Колби, но без особого успеха. Колби остается Колби по сей день. И вот у многомиллионной базы фанатов ММА появился новый герой, Хамзат Чимаев, который уничтожает не только в ринге, но и наследие бойцов, заработанное имя. Видя, как Хамзат легко с ними расправляется, они не только добавляют единицу к графе поражений, но и теряют свое наследие, как бы грустно это ни звучало. Дело не в том, что они бойцы плохие, а в том, что Хамзат слишком силен для них. Он борет серьезных бойцов, как детских плюшевых игрушек, бьет их, как грушу на тренировках, которые не может ударить в ответ. И наводит страх и ужас на весь дивизион, да что там дивизион, но и на всех бойцов. Колби же, видя это, начал задирать Хамзата, когда нужно и не нужно, коверкая имя с Хамзат на Камшот, говоря, да как его мама так могла назвать, унижая бойцовские качества соперников, проигравших Хамзату Чимаеву. Но при этом, создав самую интересную ситуацию вокруг своего потенциального боя с ним, где многие любители ММА стали ожидать и надеяться на их будущее противостояние, сам же Хамзат реагирует на это более чем спокойно и достойно. И даже делая вид, что не замечает выпада в Колби, переводя это в выгоду для себя. Отчего у Колби подгорает нервная система еще сильней, и он все чаще и чаще вспоминает Хамзата, становясь его личным пиар-менеджером, играя не против, а за Хамзата. Но тем не менее, как долго бы Колби не работал на Хамзата, публика с большим интересом ждет их противостояние. А, как известно, UFC любит давать зрителям то, что они ждут. Хотя Колби и не слабый боец, а довольно-таки сильный и стойкий, который противостоял сильной оппозиции и показывал отличные бои, и побеждал у Рафаэля Дос-Аньеса, Тайрона Вудли, довольно-таки ровные бои с Камаро Усманом, но у зрителей ММА мало сомнений, что он сможет так же себя проявить в бою с Хамзатом. Хамзат уже всех удивил. Более того, убедил, своими умениями в стойке нанося град ударов и практически не принимая на себя урон. Его технические действия в борьбе поражают и удивляют в скорости принятых им решений и уверенности в том, что он на другом уровне по сравнению с текущими спортсменами. Для него нет невозможного в боях. Он всегда расслаблен в октагоне, как будто он сидит за пультом игровой приставки, а не находится в октагоне напротив опасности. Каким бы громким и опасным не было бы имя оппонента Хамзата, оно не даст ему усомниться в своей победе. Его психология бойца поражает. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подпишитесь на канал и поставьте палец вверх. Для нас это очень важно. Всех, кто это сделает, ждет и дальше качественный контент от нас. Всем хорошего дня!